привет ребят сейчас расскажу вам про подушку безопасности сколько сбережений должно быть и где их хранить сразу же вам отвечу что это видео не является индивидуальной инвестиционной рекомендации просто развлекательным характер вот все это видео смотрите в идеале это на три месяца вашей жизни у вас должны быть сбережения то есть если ваши доходы стали например у вас есть доход от инвестиций у вас есть работа или вы фрилансе вдруг приходит пандемия второй уровень и ваши доходы резко останавливаются это было в марте прошлого года я зарабатывал только на тревеле и тревел как вы понимаете стал путешествовать было невозможно пандемия началась и страны закрылись и все мои доходы резко встали я быстренько переориентировался и за полгода начал зарабатывать на фондовом рынке сейчас это основной мой сочин дохода и помимо этого у меня есть подушка безопасности на три месяца то есть если фондовый рынок будет крах и он перестанет приносить какие-либо то не было деньги у меня будет три месяца когда мы не урезает свои расходы каждодневные женой и сыном сможем прожить этом же уровне жизни ни с чем себя особо не отказывая если же мы поймем резко что это надолго и нам придется зачинить пояса я думаю что мы сможем протянуть там и пять месяцев вот на эту финансовую подушку безопасности помимо этого у нас есть кредитки которые не активированы то есть просто искали на карта там они там крик на риме около 100 тысяч рублей она не активирована он просто есть я не считаю это как подушка безопасности потому что нельзя использовать подушку безопасности это не то но как дополнительное средство но у меня отдельно жить и помимо всего прочего есть еще вот такая стопочка это евро здесь 1200 евро откладываю на путешествие в европу и просто дополнительно храню деньги ну вот таким вот способом они не приносят деньги это как бы максимально странный совет от инвестора да типа где хранить деньги хранить их бумаги но я понимаю что я живу в россии и мои счета могут резко вдруг быть заблокированы просто потому что кому-то так захотелось поэтому чтобы просто на крайний случай всегда могу пойти евро в банке обменять на рубли прожить какое-то количество времени на эти деньги я вам тоже там ежемесячно часть своей своего дохода с фондового рынка окрашиваю так как бумагу просто понимаю что ну вот есть такие риски когда просто сбер говорит а вот мы хотим вам заблокировать карту без объяснения причина у тебя там лежат деньги ну хотя бы вот на крайний случай с этих я смогу поймите почему я храню в бумаге евро и ну это в долларах они в рублях потому что если вы посмотрите график рубль к доллару или рубль к евро рубль всегда падает вот на протяжении всего его существования на протяжении существования россии он только и делает что падает поэтому зачем хранить мне деньги в рублях если они обесцениваются достаточно того что с обычной там работы или фриланс или какие-то там еще свои консультации я получаю деньги в рублях то есть вот этих денег не хватает я их получил рублях я положил на фондовый рынок инвестирую я только в акции и облигации и фонды сша не россии то есть все деньги на фондовом рынке у меня в баксах и как еще одна диверсификация я храню бумаги и евро тем самым я получаю в рублях подушка в рублях потому что мы тратим рублях живем пока в россии инвестирую я в долларах и еще немножко есть в евро чтобы не произошло с тремя этими валютами я в принципе ну как бы если рубль не стал покрепше доллар упал отлично я больше денег которые сейчас зарабатываем рублях я их вкидываю туда это становится более выгодно и по более выгодному курсу кидал на фондовый рынок если же рубль просил то чем больше я зарабатываю на фондовом рынке тем выгоднее мне все деньги выводить на жизнь в рубли конвертировать еще дополнительный плюс если там чего случится с долларом то у меня на всех случаях тоже есть евро вот еще какая есть диверсификация по валютам внутри моей семьи какие факторы жизни ситуации нужно учитывать про счете подушки безопасности это хороший вопрос потому что в основном всегда рассматривается фактор того что кормилец потерял работу ну и там вся семья потеряла источники дохода но всегда не нужно забывать что есть другие форс-мажоры типа вас там резко затопило у вас сгорела хата кто-то заболел резко и потребовалось большое количество денег то есть иногда это вот так приходит поэтому если ты думаешь что у тебя там есть наемная работа есть еще другие источники дохода в том числе и фондовый рынок и тебе нахер не нужна подушка безопасности потому что они просто лежат не приносят денег а если ты там возьмешь эти деньги закинешь на фондовый рынок их там можно быстрее провернуть то ты ошибаешь только вот в том моменте что фондовый рынок например воскресенье не работает и ты вывезти деньги оттуда не сможешь а если в пятницу вечером кому-то поплохело резко привезли в больницу там нужно срочно какое-то лечение нужны какие-то деньги или у тебя сгорела хата тебе нужно как-то ну вот сейчас начинать жить и у тебя впереди два дня выходных ты не сможешь ты вывезти деньги а с подушки безопасности ты их резко стянул все это может окупить снять отель еду одежду и начать как-то выбираться этой ситуации в которой ты оказался сколько и какие сбережения должно быть у семьи из четырех человек ну вот я говорю что внутри месяца это в идеале минимум это один месяц рекомендую 2 в идеале 3 вот то есть должны быть такие сбережения чтобы вы типа не отказывались вы понимаете что вы там на месяц номер тратить 150 но соответственно множите на три и вот вот так то есть если вы прям вы поняли что ваша жизнь наступила жопа туда вы ужметесь начнете меньше тратить и будет там например у вас вместе хоть не 150 а соточка и так у вас те запасы которые вы сделали там в размере 450 тысяч рублей вас хватит уже не на три месяца а на четыре с половиной если то можете там по 8 будет тратить уже почти на пять месяцев вы почти полгода можно прожить и за эти полгода что-то освоить как-то выкрутиться что-то сделать другое всем нельзя путать подушку безопасности путать нельзя с кредитными картами потому что даже если у вас есть кредитные карты это не подушка безопасности потому что смотрите у вас есть деньги случается какая-то хуйня вы берете эти деньги вы их тратите вы выбираете с этой странной ситуации живете дальше вы никому ничего не должны то есть вы взяли подушку безопасности потратили ее получили новый источник дохода нашли новую работу после этого с работы также откладываете медленно сформировали новую подушку безопасности если у вас есть кредитная карта и вы таки это моя финансовая подушку безопасности случается жопа вы ее огореть снимаете деньги в малкомате вы на нее как-то живете находите работу и теперь вы выбираетесь не из нуля когда у вас нулевая подушка безопасности и снова работа вы выбираете из минусов то есть то что у вас там вот есть долг по кредитной карте теперь вы каждый месяц новой работы вы будете откладывать не в свою подушку безопасности а погашая кредитную карту то есть вы пока будете погашать 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 после этого только сможете формировать обложку безопасности либо вам придется еще больше работать найти работу еще дороже чтобы и успевать подушку безопасности копить и кредитку погасить короче двойная работа и двойной геморрой поэтому путать финансовую подушку безопасности абсолютно никак не нужно с кредитными картами это абсолютно не то есть как дополнительно использовать что у вас там где-то лежит кредитная карта да это хорошо но в дополнение вашей подушке безопасности вот такое вот видео сегодня если было полезно ставьте лайк пишите в комментариях если есть вопросы на все комментарии отвечаю но и подписывайтесь на канал если было интересно полезно я тут собственно за этим увидимся